Для соединения скажите «соединить» или оставайтесь на линии для перехода в главное меню. Пожалуйста, выберите тему обращения, и я соединю вас с нужным специалистом. Хотите получить информацию по расчетам? Скажите «расчеты». Интернет. Я вас не поняла. Выберите, пожалуйста, тему обращения. Хотите получить информацию по расчетам? Скажите «расчеты». Проблема с интернетом, мать твою вдолбаную, блять! Перевожу вас на специалиста технической поддержки. Для восстановления доступа к услугам необходимо перезагрузить оборудование, выключить его из электрической розетки на 30 секунд, затем включить. Уважаемый клиент, в Санкт-Петербурге наблюдаются перебои в работе услуги интернет по технологии DOCSIS за повреждение оборудования. Наши специалисты уже проводят восстановительные работы. Услуги будут предоставляться в полном объеме. К 6.008 февраля 2018 года московского времени. Благодарим за понимание. Ваш разговор может быть записан. После разговора оставайтесь на линии и оцените качество работы специалиста. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Алексей. Скажите, у меня уже в течение часа интернет работает крайне нестабильно. И так происходит изо дня в день. Наконец решил вам позвонить. Что с этим, а? Давайте посмотрим сейчас номер лицового счета или домашнего телефона, пожалуйста, скажите. Да, нашел вас. По нашим данным, я вижу, что сейчас с 0 часов до 6 часов утра по вашей технологии проводятся планы практической работы. На время проведения работы, скажем, возможно, обрывы соединения. 6 часов утра работы полностью совершат. Слушайте, а вот эти плановые работы, почему они у меня совершаются в течение, я не знаю, уже нескольких месяцев, ежедневно или еженочных? Ну, в данный момент именно связано с этим. Почему у вас не работало до этого, к сожалению, здесь данных? Я могу, конечно, посмотреть по линии, да? В чем может быть причина? Ну, вам виднее, конечно. У меня ежедневно такие проблемы. Минут по 15, по 20 пытаюсь войти в сеть. Потом, наконец, вхожу. Тут есть информация, да, тут есть информация, что, к сожалению, здесь вечернее время наблюдает снижение скорости, да, по вашей технологии. Также специалистам сейчас известно, и планы работы как раз-таки по улучшению связи проводятся. То есть в ближайшее время должны вопрос решить полностью, чтобы таких ситуаций не возникало. Сейчас в данной ситуации, если у вас обрывы продолжатся, да, после уже 6 часов утра, нам, пожалуйста, перезвоните, тогда уже составим заявку техническую для того, чтобы выйти. Седьмого позвоню, конечно, да, сведомлюсь, там, как здоровье, не спите ли еще. Скажите, а вот что с моими заявками, там, помню, первая была, вторая, третья, просьба починить. А у вас теперь, соответственно, какие-то работы проводятся не в следствии моих заявок. Ну, я видел, 20-го числа, да, заявка была сейчас. Подождите, но не в следствии моих заявок, а, как видно, плановые какие-то работы. А что с моими заявками? У вас же нихуя не работает, понимаешь это? Если вот я задумаю... Ну, выражайте, пожалуйста, корректно, иначе буду уже прервать сами разговоры. Ну, смотри, я выражаюсь более чем корректно, земляк. Вот если я захочу отправить электронное письмо кому-то из своих друзей с известием о том, что я выебал жену твоего начальника, то мне будет как-то... Суждение, буду же прервать разговоры, всего доброго, достанем. Ой, как жаль. Благодарим вас за обращение. Спасибо большое за ожидание. Сейчас, пожалуйста, оставайтесь на линии, обоссоединяйтесь к специалистам, у него вы сможете отдать претензию. Здравствуйте, рекомендую, старший оператор Яна, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей, меня зовут. Хотел бы оставить претензию на низкое качество предоставления услуг. В чем оно заключается? Говорите, пожалуйста, более разборчиво, я вас не понял. В чем заключается низкое качество предоставления услуг? Что вы имеете в виду? Хорошо, девочка, я объясню. Низкое качество предоставления услуги интернета заключается в том, что интернет предоставляется охуительно плохо. Это понятно, нет? Так более понятно? Смотрите, ваше общение. Да, я это слышал фразу много раз. А может быть, вы смените стиль вашей работы, Ростелекум? И тогда и стиль общения будет иной. И говорливые там сотрудницы не помогут. У вас были технические заявки по поводу того, что у вас услуга прерывается? И что с этими заявками? А мне не надо звонить, нужно выполнять работы по этим заявкам. Я и так трачу свое время на разговор с вами. Звонить мне лишний раз не надо, девочка, понимаете? Я не оплачиваю секс по телефону, я оплачиваю вам за другое, Ростелекуму. Или у вас только секс по телефону там как бы в прескуренте. Иных услуг нет, а, Ростелекум? Такими вещами мы не занимаемся. Да что вы говорите? А чем вы занимаетесь? Какова судьба моих заявок? Ответьте мне, девочка. Смените, пожалуйста, стиль вашей общения. Это я уже слышал. Давайте что-нибудь новое скажешь. Какова судьба моих заявок, девочка? Поглядите в корректном. Вот корректно, да. А ты не можешь помедленнее говорить, овца? Что с моими заявками? Ваши заявки были обработаны. Исправлена ситуация на линии. После всего мы не могли зазвониться социалистом. Так где они были обработаны, если качество услуг не поменялось? Они каким местом были обработаны у вас? Расскажите мне. Каким местом вы обрабатываете заявки? Передком, задком, там, может еще чем-нибудь. А, Ростелекум. Все доброго, достанем. Благодарим вас за обращение в контактный центр. Пожалуйста, оцените работу специалиста. Расчеты. Проблемы с интернетом. Ростелекум, здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Алексей. Скажите, Максим, вот я минут 20 уже не могу войти в интернет, в сеть. Просто мадем не поднимает. Что за херня у вас там творится на Ростелекуме? Скажите лицовый счет, либо адрес. Спасибо за ожидание. Так, проверили, да, уже кабель плотно подключен, сам модем перезагружали, да? Ну, модем перезагружал, это уже вошло в привычку, работая с вашим АСП. По дому проверил, в принципе, сигналы на дому поступают. Ну, так мне, по дому, это замечательно. Мне что, там где-нибудь на лестничной клетке подрубить, что ли, советуете? Нет, сейчас составим заявку на монтёра, ждать, пожалуйста, на линии. Скажите, я Лёх. Вот же пидорасы работают на Ростелекуме. Мать их, блять, перемать об стенках долго. Спасибо за ожидание. Доступ на лестничной клетке к щитку доступен, правильно? Что-что? Доступ к щитку на лестнице открыт. Без понятия. Контактный телефон у вас не менялся? Не нужен вам мой контактный телефон. Просто, как у вас, Вадим там, да? Меня Максим. Максим, скажите, пожалуйста, какова судьба моих предыдущих заявок, которые вот так же человек пропадал куда-то минут на пять, заставляя клиента ожидать непонятно зачем. Что-то составлял и куда-то пропадал, потом меня уверял, что всё как бы работает. А какова судьба моих предыдущих заявок? Сколько их там было, не подскажете мне? Последняя заявка была 20 января. Так, то есть полмесяца назад, да, две недели. А предпоследняя, скажите? Секунду. От девятого января. От девятого января. А до этого, когда заявка была? Требедьмого декабря. Ну, замечательно, заебись просто. И чего с этими заявками происходит? Вот составлю очередную, четвёртую или там, не знаю, десятую, наверное, уже. Я просто не хочу далеко вглубь вдаваться в ваши архивы. А что с моими предыдущими заявками? Вы там будете работать или как бы не расположены? Ну, если смотреть по вашей последней заявке, вот, 18 января, получается, там были прерывания. Если смотреть по комментариям специалистов, до вас так и не смогли дозвониться. А зачем до меня дозвониться? Ну, монтёр, видимо, информацию хотел. Может, он денег хотел или напил там ему. Вот у вас вся информация есть, дорогой. Я так полагаю, что логи перед глазами. Там, можете всё, что угодно посмотреть. Я-то зачем? Да, у меня нет сигнала по вашей квартире. Ну, так нет сигнала. Так я-то зачем вам? Я не собираюсь... Просто это у нас стандартная инструкция. Уважаемый, я не собираюсь сидеть и ждать дома вашего монтёра. Это не нужно. Ну, а зачем тогда мой домашний телефон? Контактный телефон мы должны уточнять по инструкции. Я вам ничего не должен. Это по какой-то контакте. Вы нам не должны, я говорю, мы должны уточнять. Да, но я-то не обязан выполнять вот эту вашу инструкцию, понимаете? Потому что договор, который у меня заключён с вашей предсечей, твоё ТВ, там ничего такого нет, я не помню. Я вам плачу деньги, вы обеспечиваете мне стабильную работу и услуги. Соответственно, я свои обязательства выполняю в полном объёме. А вы, пардон, динамите. Вам что, там денег заслать на пиво не хватает в вашем начальстве или чего? В чём проблема-то, уважаемый? Вы мне озвучили третий, три заявки невыполнены. Прерывание, как вы это говорите, да, называете. Вот сейчас она четвёртая. До этого был ещё там, не знаю, пяток-десяток. Так вот, что с ними? Те заявки уже, получается, закрыты. Каким хером они закрыты, если у меня интернет не работает по поводу прерываний, которые вы таковым образом называете? Смотрите, когда проверяют линию, соответственно, с вами уже связывается мастер. Информацию он предоставляет, также уточняют, у вас работает услуга или нет. Если меня нет дома, что я могу уточнить вашему мастеру? Если до вас не дозваниваться более трёх раз, заявку просто автоматически закрывают. Продолжение следует...